Не только национализация, но еще и инвентаризация. На полуострове проверяют объекты, приватизированные украинскими олигархами. Особое внимание уделяют южному берегу Крыма. Некоторые дачи, коттеджи, пансионаты годами были закрыты для простых людей. Теперь же ситуация может измениться. Законность приобретения объектов на берегу Черного моря проверяют правоохранители. Национализация курортно-рекреационных объектов в Крыму идет полным ходом. Под нее попала и госдача номер 4 в Кориизе, более известная как Юсуповский дворец. По словам руководителя дворцово-паркового комплекса, после национализации он должен стать открытым для свободного посещения. Раньше объект находился под юрисдикцией управления делами президента Украины и носил статус государственной резиденции. Переход комплекса из собственности Украины в российскую на работе дворца не отразился, но дальнейшая его судьба пока под вопросом. Все объекты на территории южного берега Крыма национализированы, то есть все объекты пришли под собственность Российской Федерации, естественно. К какому ведомству конкретно мы будем относиться, мы пока еще не знаем. Мы просто ждем определенности. Естественно, люди все переживают только заодно, чтобы не потерять работу. Это самая главная сейчас проблема, которая в общем количестве 30 человек. Я не получаю сейчас зарплату. Зарплату мы не получаем уже два месяца. Лишать людей работы никто не будет, уверяет глава Мининформа Дмитрий Полонский. И вопрос собственникам дворцово-паркового комплекса без внимания не оставят. У ведомства, которое станет сейчас собственником этого объекта, оно, конечно же, будет вынуждено решать вопросы и по выплате заработных плат, по задолженностям, по коммунальным платежам. Но я думаю, что мы в самые ближайшие, в кратчайшие сроки, думаю, ну месяц может быть от силы, мы разберемся со всеми этими проблемами. Дело дойдет и до частных структур. Это элитный жилой комплекс, который связывают с украинским олигархом Игорем Коломойским. Апартаменты пестрят объявлениями о продаже квадратных метров. Да и попасть сюда простым людям было невозможно. Один из приоритетов для республиканской власти – сделать пляжи доступными и освободить их от заборов и шлагбаумов. По словам Дмитрия Аполлонского, под национализацию попадают только государственные объекты. По частным принадлежащим олигархам ведутся проверки. Для этого создана система правоохранительных органов, которая работает на территории всей Российской Федерации. Если украинские собственники со своей стороны готовы работать в российском правовом поле, если они готовы соблюдать законы Российской Федерации, если предприятия, которые обслуживают этой санатории, будут зарегистрированы в Республике Крым для того, чтобы доходы оставались все в республике, но имеется в виду доходы от налогов, сборов, от других общеобязательных платежей, то с такими собственниками проблем никаких не будет. Дмитрий Полонский подчеркнул, на полуострове уже национализировано несколько тысяч объектов, около 10 из них – госдачи. Екатерина Сабинина, Сергей Козырь, Анатолий Скорик. Время новостей.